Преддверие нового учебного года оказалось богатым на различные новшества и изменения. К примеру, во всех школах будет введена пятидневная рабочая неделя. Министр просвещения особо отметил, что педагогов привлекать на работу в субботу теперь категорически запрещено. Однако некоторые новости стали поводом для огорчений. Накануне учебного года стало известно о изменениях, согласно которым учебные классы запретили делить на группы на уроках физкультуры. Соответственно, потребность в таких учителях резко сократилась. Как раз таки в сельских школах практически такой проблемы нет, потому что, значит, особенно у нас, вы знаете, 66% это малокомплектные школы, где в классах наполняемость очень низкая, и там практически деление было не обязательно в зависимости от нагрузки. Раньше было 20 детей, сейчас это 24 ребенка, поэтому здесь вот как раз это вот касается именно городов области, может быть райцентров. Как заверили нас в управлении образования, сокращений учителей физической культуры в нашем регионе не будет. Каждому из них обеспечат ставку. На сегодня практически все учителя догружены, значит, до ставки рассматривается вопрос, потому что кроме преподавания физической культуры, они еще преподают, могут, значит, вести 3 часа спортивных секций. Вот, и 100% от базового оклада доплачивается, поэтому вот этими часами можно догрузить. Можно догрузить, значит, часами педагогов дополнительного образования. Это педагоги, которые ведут различные секции, кружки во внеурочное время. Несмотря на то, что каждого педагога догрузят дополнительными часами в секциях и кружках, в заработной плате каждый из них, безусловно, потеряет. Ведь многие работали на полторы и более ставках. Но так как новшества, озвученные министром просвещения, неизбежно вступят в силу, педагогам придется затянуть пояса и ждать повышения заработной платы в следующем году. Ежегодно на 25% повышается заработная плата. В этом году еще раз, с начала года на 25% повысится. Потом у педагогов есть возможность повышать свой квалификационный уровень. И это тоже немалая доплата к заработной плате педагога. Поэтому думаю, что у нас средняя заработная плата по области составляет 306 тысяч, 305 тысяч тенге средняя заработная плата учителя. До конца учебного года, отметили в Управлении образования, вопрос по нагрузке для каждого учителя физической культуры будет решен. Возможность обеспечить ставку поможет в том числе и увеличивающееся количество классов. Диарих Мечин, Яна Гала, РТН.